ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД предложило ужесточить наказание для водителей, которые отказываются проходить тест на алкоголь. Ведомство считает необходимым, во-первых, поднять штраф до 35 тысяч рублей, сейчас 30. Во-вторых, срок лишения прав увеличить до трех лет. Ранее сообщалось, что число нежелающих дуть в трубочку автомобилистов растет. По мнению полицейских, нарушители просто боятся выявления факта опьянения и дальнейшей огласки. ТРАССА СТО ОДИН 75 тысяч россиян в 2016 году были осуждены за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это 10% от общего числа граждан, в отношении которых суды вынесли приговоры, сообщает газета РУ. С июля 2015-го, когда норма вступила в силу, по конец этого года количество осужденных по статье УК 264.1 достигло почти 20 тысяч. Повторная пенка за рулем, напомню, наказывается штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет. ТРАССА СТО ОДИН Введение с января 2016 года 50-процентной скидки при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней собираемость штрафов не увеличила. Такой вывод сделала Федеральная счетная палата. По ее данным, число нарушителей, добровольно оплативших квитанции, выросло только на 5%. В целом, в прошлом году сумма дорожных штрафов достигла 63 миллиардов рублей, а одна дорожная камера принесла в казну в среднем 2 с лишним миллиона. Фольксваген снизил цены на модель Пассад. Сразу на 200 тысяч рублей подешевела полноприводная версия седана Олл Трек. Сейчас она стоит минимум 2 миллиона 180 тысяч рублей. Комплектации Комфорт Лайн и Хай Лайн со 180-сильным мотором и коробкой ДСГ стали доступнее на 90 тысяч. Базовая версия Пассад скинула 16 тысяч рублей до отметки 1 миллион 499 тысяч, без учета спецпрограмм. Трасса 101 Питерские ученые вознамерились создать первый российский электромобиль на солнечных панелях. Корпус машины планируется изготовить из композитных материалов, а диски из углепластика. Вес авто не превысит 200 килограммов. Максимальная скорость 150 километров в час. Федеральные чиновники пообещали Кулибиным помочь деньгами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова